Новости о замедлении работы и возможной последующей блокировке Твиттер в России ошибочно воспринимаются многими экспертами в схожем ключе с разворачивавшейся ранее блокировкой мессенджера Телеграм. При этом важно понимать, что между ними есть принципиальные различия. Корнем преткновения в конфликте Телеграм с Роскомнадзором были ключи шифрования, мессенджер за авторством осевшего в Дубае основателя ВКонтакте Павла Дурова предоставлял сквозное шифрование, не предполагающее возможности передачи его ключей третьим сторонам. Тем не менее в исключительных случаях, таких как, например, контртеррористические операции, подобный доступ может быть жизненно необходим спецслужбам в целях обеспечения безопасности всего общества. В результате Телеграм начал сотрудничество с властями в сфере борьбы с терроризмом и наркотиками, и в июне 2020 года его блокировка, пусть ее эффективность и вызывала вопросы, была прекращена. В отличие от Телеграм, Твиттер не мессенджер. Твиттер – социальная сеть. Крайне политизированная американская социальная сеть, нарушающая принципы свободы слова и вмешивающаяся во внутренние дела других государств. Хотя, казалось бы, если посты в ней размещают сами пользователи, каким образом такое вообще возможно? Для этого у Твиттера есть алгоритмы рекомендации, предлагающие новым пользователям подписаться на актуальные аккаунты. Как рассказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Твиттер предлагал его знакомому подписаться на аккаунт Навального сразу после регистрации. И происходило это ровно в тот момент, когда сторонники последнего всячески пытались дестабилизировать политическую ситуацию в России, призывая на митинги по всей стране, в том числе и несовершеннолетних, особенно уязвимых к недостоверной информации, поступающей через интернет. Однако объявленное РКН замедление работы Твиттера связано не с работой вышеупомянутых алгоритмов, а с 3168 материалами, запрещенными в соответствии с российским законодательством, но по-прежнему доступными на страницах соцсети. И все это несмотря на более чем 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении нарушающей закон информации, направленных Роскомнадзором в адрес Твиттеринг. В период с 2017 года по сегодняшний день. Безусловно, три с лишним тысячи материалов, не удаленных Твиттером за четыре года, на первый взгляд, выглядят скучными сухими строками статистики, если не вдумываться в то, что именно это за материалы. 2569 призывов к совершению суицида несовершеннолетними. 450 постов с детской порнографией. 149 с информацией об использовании наркотиков. Последней каплей, по сообщению Роскомнадзора, стало демонстративное игнорирование требований об удалении призывов к несовершеннолетним, о совершении массового суицида 3 марта 2021 года, если не демонстративное, сознательное нарушение российских законов, поощряющее деструктивное воздействие на российских граждан. За хранение и распространение той же детской порнографии полагаются сроки не только в России, но и по всему миру. Но полагаются для физических лиц, отдельных пользователей. Социальная сеть же всегда может сослаться на то, что просто не в состоянии контролировать весь поток информации, размещаемой на ее страницах. Не в состоянии, несмотря на лучших специалистов в области машинного обучения, лучшее программное обеспечение, направленное на фильтрацию контента, и миллиарды долларов дохода, получаемые ежегодно. Впрочем, как показал скандал с Cambridge Analytica с систематизацией, глубинным анализом и последующей продажей пользовательских данных, социальные сети, в частности Facebook, справляются вполне успешно. Но, допустим, Twitter действительно не справляется. Но ведь для этого и существует Роскомнадзор, орган, следящий за соблюдением российского законодательства в интернете и присылающий в администрацию сервиса прямые ссылки на представленный к удалению контент. Однако Twitter не просто игнорирует около трети запросов РКН, но и самостоятельно в одностороннем порядке блокирует аккаунты российских организаций и пользователей, нарушающих, по его мнению, условия предоставления сервисов. Так, в феврале 2021 года заблокированным оказался официальный аккаунт российской делегации на переговорах по безопасности и контролю над вооружениями в Вене. Одновременно с этим были заблокированы десятки российских аккаунтов, которые, по мнению Twitter, подрывают веру в НАТО. Прямая цитата из официального пресс-релиза, выпущенного администрацией соцсети. Глава российской делегации Константин Гаврилов тогда справедливо назвал это примером неприкрытой цензуры. Однако важно понимать, что это далеко не единичный случай. Как сообщает Роскомнадзор, в 2020 году выявлено 24 случая цензурирования российских СМИ со стороны иностранных интернет-компаний. В частности, цензуре подверглись РИА Новости, агентство Спутник, а также телеканалы Царьград ТВ и Крым-24. Причем аккаунт российского телеканала Царьград был заблокирован YouTube навечно. В 2021 году данная тенденция не только продолжилась, но и усилилась. Блокировки дошли уже до отдельных журналистов и статей. Так, в феврале 2021, едва начавшая набирать популярность социальная сеть Clubhouse уже успела пусть и временно, но заблокировать российского журналиста Владимира Соловьева. Кроме того, в марте этого года Facebook заблокировал статью РБК, посвященную задержанию предполагаемых сторонников украинской радикальной группы МКУ в Воронеже, мотивируя это выводами эксперта украинского сайта StopFake. А буквально недавно, 18 марта 2021 года, YouTube на неделю заблокировал канал Вести Крым, запретив тому размещать новые публикации и проводить прямые трансляции. Причиной стала публикация ролика под заголовком «Вот кто в почете на Украине?» видео преступлений фашистов в АФНСС против народа СССР. Как отметили на телеканале Россия 24, входящем, как и Вести Крым, в структуру ВГТРК. Это было мотивировано тем, что якобы это видео нарушает правила, запрещающие демонстрацию насильственных действий против отдельных лиц или определенной группы людей, или содержатся призывы эти блокировки, становится очевидно, что в среде работающих на территории России американских соцсетей постепенно разворачивается открытая кампания по цензуре российских СМИ, корпорации Facebook, Twitter и Alphabet. Холдинг, в который входят Google и YouTube, подчас не только не стремятся соблюдать российское законодательство, но и открыто нарушают его, пренебрегая столь часто бравируемой американскими СМИ свободой слова. Тем не менее, несмотря на наплевательское отношение к российским пользователям и вмешательство во внутренние дела России, Роскомнадзор не рубит с плеча и дает им возможность самостоятельно принять меры, направленные на исправление сложившейся ситуации. Потому что несмотря на свою вне всяких сомнений ангажированную политику, тот же Twitter все же является площадкой для выражения собственного мнения, а свобода слова по-прежнему остается одним из краеугольных камней российского общества. В отличие от тех же США, где аккаунты неугодных леволиберальной повестки политиков попросту блокируются, как мы увидели на примере Twitter аккаунта 45-го президента США Дональда Трампа, одномоментно лишившегося канала коммуникации с 90 миллионами своих сторонников. Представить себе подобное в России, где аккаунт того же Навального ВКонтакте, несмотря на всю его деятельность, никто и не думает ни то что удалять, но и даже как-либо ограничивать попросту невозможно. И это хорошо. Ведь как гласит приписываемая Вольтеру крылатая фраза, я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить. В России это по-прежнему актуально. За океаном уже нет.